Здравствуйте! Я Чернова Елена, а это Смирных Людмила. Мы занимаемся пошием и ремонтом обуви, и это наше дело! Здравствуйте, Елена, Людмила! Очень приятно с Вами познакомиться. В нескольких словах, давайте начнем с того, что пошив обуви не самое оригинальное занятие. Мы тут обменивались мнениями, никогда не знали, что в Оренбурге, кроме тех ателье, которые были в свое время, такая опция существует, кроме самых дорогих ателье. Как Вы пришли вообще в это дело? Наверняка это было еще дело с советских времен. Как Вы соорганизовались, как Вы нашли друг друга, как Вы пришли к совместному бизнесу? Ну, вообще у нас в Оренбурге очень давно были дома бытового обслуживания, где изготовлялись по индивидуально пошиву обувь. Затем, в 2011 году, где-то, наверное, в начале года, последняя обувная производство сократилась. Людмила Юрьевна работала модельером, я технологом. И мы решили продолжать это полезное дело, потому что оно, в принципе, очень-очень нужно людям. А Вы сейчас ближе к клиентам, Вы с клиентами непосредственно общаетесь. Вам это больше хлопот доставляет, больше удовольствия. И есть ли такие люди, которых Вы можете, например, постоянными клиентами назвать своими? У нас есть постоянные клиенты, есть люди, которые заказывают по много пар даже у нас, по 7 пар некоторые есть. Ну, и вдобавок же не все люди могут обуться в магазинах. Вот они приходят, узнают, мы работаем, они начинают и летнюю, и зимнюю у нас обувь заказывать. Так что у нас клиенты есть. Вы меня убедите, как человека, который привык обувь покупать себе в магазине. Убедите меня, почему я должен прийти к Вам, например, и заказать обувь. Чем для меня это выгодно? Ну, во-первых, у нас цена ниже. Хотя все приходят, думают, что у нас цена больше, чем в магазине. Мы немножко работаем с таким контингентом, что, конечно, люди приходят, спрашивают, интересуются, чтобы поменьше была цена. Мы на это ориентируемся. Цена у нас ниже. Шьем мы повседневную, пока обувь, в общем-то, практически повседневная обувь, она, конечно, пониже стоимостью. А модельная пока у нас еще в перспективе. У меня вопрос. Каждый, даже фрезеровщик, говорят, у меня души где-то художник. Вы шьете обувь повседневную, творите, но не хочется ли немножко вытворять, что называется? Очень хочется. Очень хочется. Есть ли такие порывы душевные, сделать что-то, на самом деле, модельное? И самое главное, есть ли в этом потребность у людей? Некоторые люди, вот у нас был случай, случай 3, за год, по-моему, да, случай 3, по-моему, был, приходили молодые парни, просили шить им специально. Вот, допустим, кто-то чем-то интересуется, кто-то чем-то занимается. Вот, вот, атаман казачьего войска приходил, там, сшили, у него шили прям длинные сапоги, очень красивые, именно по его модели. Хромовые? Хромовые, да. Работаем только нейтральным. Вот, приносили фотографию даже, допустим, какой-то обуви, вот, я только такую хочу, шили угасать. Можете повторить? Конечно. Повторить можем, да, но, конечно, с оговоркой на наши колодки, на наши подошвы, вот, что сейчас у нас в наличии есть. И еще хотела сказать, помимо того, что мы занимаемся индивидуально пошивными обувями, у нас еще существует реставрация обуви, это перетяжка. То есть, у человека остается только одно голенище, а от шиколотки все новые. Человек получает длинные хорошие сапожки, вот, допустим, женщина, за малую сумму, это очень важно. Еще есть крупный ремонт, это укорочение носочной части, укорочение голенища, расширение. То есть, мы практикуем еще и расширяться, но вот пока вот так. Слушайте, ну, сказать, что, опять-таки, с первого взгляда, что не совсем модно, ну, поправьте меня. Ну, гонится ли клиент за модой вообще, в принципе? Сейчас, в основном, чтобы удобно было гониться клиент, приходит клиент, который не может обуться со сложными ногами, с объемом большим. Ему тяжело ходить, в конце концов, в той обуви, которая сшита в магазине, на магазине. А удобнее и красиво это возможно, или это просто будет намного дороже? Возможно, возможно, но это, конечно, уже будет подороже, если, допустим, делать модельную. Я еще раз повторяю, что мы делаем только повседневную обувь, пока у нас колодки и подуши позволяют только шить повседневную обувь сейчас. И, в принципе-то, люди просят пока, кто приходит, который не может обуться в магазине, пока только повседневную обувь. Давайте за самое интересное. Самое интересное – это считать чужие деньги, да, вы же знаете. За самое интересное, насколько выгоднее прийти и приобрести обувь у вас, нежели в магазине. Можете говорить в абсолютных цифрах, в относительных, в процентах, в деньгах? По женской обуви, это начинается где-то, ну, пускай с трех тысяч и заканчивается там высокими сапогами, по колену где-то шесть тысяч. Я думаю, что все-таки в магазине намного дороже. И тем более в магазине это идет стандарт. А у вас уже шитое, да. А у нас, извините меня, там шьется по индивидуальному пошиву. Где берете сырье? Насколько последние кризисные явления, там, скачок, там, евро, доллары, насколько серьезно по вам ударило? Пришлось ли вам каким-то образом ужимать собственную прибыль или увеличивать стоимость? Вы знаете, как, конечно, да. Да, с нашей комплектации товаров, чтобы шить нашу пару, приходится работать с магазинами, с предприятиями по всей России. Вот, например, кое-что мы берем в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде берем, в Москве берем, в Ярославле берем. Ну, импортных комплектующих у вас нет. Нет, импортных вообще нет, только российских. Но, что, конечно, вот вы сейчас хорошо вопрос задали, что насчет цен. Да, увеличилось. Подошва только увеличилась стоимость в два раза. А вы перекладываете эти новые увеличения этих расходов, вы их перекладываете на клиентов, как-то объясняете им? Или приходится ужимать собственную прибыль? Ну, у нас больно такой собственной прибыли сейчас и нет, мы только развиваемся. Вот, считается, четыре года нам, конечно, тяжеловато, очень тяжеловато, тяжело. Вот, а приходится, конечно, увеличивать, но увеличивать цену продукции, ну, просто на месяц. Потому что вы можете потерять клиентуру, да? Нам просто этих людей, если честно говоря, даже жалко. Мы с вами разговаривали про клиентов. Давайте немножко поговорим о вас. Вы, в принципе, справляетесь вдвоем, хотя говорите, что раньше, рассказывали, раньше трудились в большом коллективе. Где один, условно, берет деньги, другой считает, третий мерит, четвертый шьет. А насколько сложно справляться вдвоем? Насколько, в принципе, для вас этот процесс, он сложен? Он просто стал интересным для нас, этот процесс. Во-первых, что мы это раньше работали только как ИТР, а сейчас мы работаем... Инженерно-технические работники, да? А сейчас работаем и как рабочие. Сам процесс изготовления обуви нам тоже интересен. Вот, интересно стало, конечно. Конечно, сложновато, чем раньше было. Вот, раньше, что, сделала я лекалу для заказчика. Сходила в цех, посмотрела, правильно ли они неправильно шьют. И отдыхаете. И отдыхаете. И ушла. Ну, дальше продолжает родители. А сейчас приходится не только делать лекалы, и кроить, и шить, и все делать. Ну, в общем-то, интересно стало. А вообще, в принципе, ну вот, один дом быта распался, второй, третий. Вообще, на сегодняшний момент, с вашей точки зрения, профессионалов, обувщиков в Оренбурге, их много? Мало. Мало, мало. Действительно, знающих все производство очень мало осталось. Моделиров тоже один-два, и все. Технологи, может быть, ну, 3-4 человека больше. Процесс сложный, профессионалов мало. Дело, наверное, должно быть выгодно. Хорошо, давайте представим, что дело у вас пошло вот не только так, как сейчас хорошо, да, а еще лучше. Вы где будете специалистов других искать, если вам придется их, ну, искать людей, чтобы нанимать на работу? Есть такие? В принципе, вы имеете в виду рабочих или инженеров? Ну, без разницы, людей, которые будут шить, условно. Если вы про рабочих, то, конечно, может быть, даже и наши старые рабочие будут возвращаться. Но я думаю, что, в принципе, нужно будет еще учить новых. Но молодежь, только вот пойдет ли? А у вас с государством какие отношения? А у вас государство каким-то образом помогает? Вообще к нему обращались за помощью? К государству? Тяжелый, сейчас задох был. Ну, у нас был такой момент, что мы выходили на грант. Пытались получить? Да, не получили. А почему? Ну, видно, наверное, посчитали, что сами справимся. Вот мы и стараемся сами. Ну, а какая-то мотивация у тех людей, которые принимали решение, она была? Что они вам сказали? Я сама лично ходила на грант, меня выслушали, сказали, что сообщат, а потом сказали, что не вошли. Мы в те, ну, там, или десятка была, или семь кандидатов, я не знаю, но мы туда не вошли. Вы себе каким образом видите перспективы развития ваших производств? Ну, условно, вот сейчас есть определенный, да, есть цех, есть комната для заказов. Ну, каким-то образом вы развиваете. А вообще, в принципе, цель для себя ставили, куда вы можете уйти? Нет, лично мы хотим работать именно на таком производстве, как сказать, на нашем производстве, на родном. Помогать людям. Хотим в дальнейшем, если у нас сейчас все будет нормально, развиваться, открывать новые точки пунктов приемных. Расширять рабочее число, как говорится, наемные, рабочие, не наемные, а там уже как вот, чтобы наше дело процветало, потому что это очень нужно людям. Правильно ли я понимаю, что у вас, у вас условно, да, или у людей, которые занимаются работой подобной вашей, всегда будет работа благодаря тому, что всегда есть люди, ну, условно, да, вот у которых нестандартная стопа, к примеру. Вы знаете, здесь даже дело не в том, что стандартная, нестандартная. Здесь нужно еще подумать о том, чтобы человек получил хорошую обувь, нормально носил, чтобы она была качественной и действительно соответствовала всему то, что хочет человек непосредственно получить. Потому что если что-то делать с душой, то люди действительно будут приходить и уже от нас никуда не уйдут. Я вот хотел про это спросить, а эмоциональная составляющая в вашей работе, насколько она важна? Раньше вы тех людей, которые к вам приходили заказывать, что-то вы их не видели. Сейчас вы с ними общаетесь. Люди разные. Люди разные. Нужно иметь, даже бывает, нужно иметь большую выдержку, чтобы это, как говорится, смолчать. Бывает, даже надо объяснить. Десять раз. Ну, все бывает, потому что, конечно, клиенты разные. Носкопку, даже в носкопку приходится идти. Но это нас не пугает, потому что, если мы на производстве работали, мы же все равно общались именно непосредственно с людьми. Также с рабочими, как говорится, также с клиентами выходили, объясняли, вот тоже вот это все делалось. Опыт есть и выдержка. Придут к вам, я надеюсь, после этой программы новые клиенты, закажут у вас чего-то, у вас обороты пойдут. И вы сможете где-то работать даже не столько для заказчиков, сколько для себя. У меня последний вопрос, который я традиционно всем задаю, всем нашим гостям нашей программы. Что бы вы посоветовали, что бы вы порекомендовали, а может быть, отсоветовали тем людям, которые на сегодняшний момент стоят перед выбором, заниматься ли своим делом вообще в принципе или не его? Вы знаете, хочется сказать, если действительно дело нравится, если ты хочешь, чтобы оно существовало, если есть возможность и желание, если какая-то цель, чтобы действительно сделать полезное для чего-то, для людей, то надо. А если чего-то из этого не хватает, лучше не нужно. Потому что не выдержишь то, с чем сталкиваются вот такие мелкие индивидуальные предприниматели. Надо, чтобы дело человеку нравилось. Да, это самое главное. Если будет нравиться дело это, то тогда, конечно, есть рекомендация. А если так вот с потолка, вот я туда пойду, лучше не ходить, тяжело. Ну, это один из лучших ответов, которые я слышал от наших гостей. Спасибо вам большое, что пригласили. Я надеюсь, что мы скоро с вами встретимся и будем шить. Все-таки сядем за станок и будем шить то, что хотим, да, что-нибудь модельное. Спасибо и удачи вам. Ничего себе у меня получается. Классно. Может быть, когда-нибудь вернемся сюда и сошьем настоящие модельные сапоги или ботинки. Если вы хотите рассказать про свой малый бизнес или задать вопрос относительно организации своего небольшого предприятия, пожалуйста, пишите нам на электронный адрес этомоеделособакабк.ру. Мы будем счастливы, если кто-нибудь из вас рано или поздно с гордостью скажет, это мое дело. Субтитры создавал DimaTorzok